Новости в эфире телеканала Дом. В студии работает Дарья Вершилинга. Здравствуйте. Количество жертв ДТП под Кивом увеличилось до 6 человек. Об этом сообщают в патрульной полиции области. Еще 18 человек обратились за помощью к медикам. Масштабная авария произошла в начале четвертого утра на трассе Киев-Харьков-Довжанский. Столкнулись два грузовика. Один из них вылетел на встречную полосу движения и протаранил еще две машины микроавтобус и легковушку. Правоохранители устанавливают причину аварии и открыли уголовное производство по факту нарушения правил дорожного движения. Резкий скачок заболеваемости COVID-19 и новый антирекорд. За минувшие сутки зафиксировали 3144 случая. 53 человека скончались от осложнений. С начала пандемии заболели уже более 148 тысяч украинцев. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Он сегодня в Чернигове с рабочей поездкой. Там стремительно растет количество больных COVID-19. А со следующей недели в регионе расширяется красная зона. Утром до брифинга министр проинспектировал местный рынок. Девяносто новых заболевших COVID-19 второй день подряд фиксируют в Донецке. сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко. Больше всего новых случаев в Краматорске, Мариуполе и Славянске. В Луганской области один из самых низких показателей всего 504 больных. Из них 23 за минувшие сутки. В отдельных районах Донецка и Луганской областей с начала пандемии коронавирусную инфекцию подтвердили у 3502 человек. Проверится не только на коронавирус, но и гепатит, туберкулез, а также ВИЧ можно будет на контрольно-пропускных пунктах на линии соприкосновения. Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий подписало соглашение с благотворительными организациями, которые помогут оборудовать новые медпункты. Кроме того, на КПВВ появятся центры предоставления административных услуг, отделения почты, банка, комнаты отдыха и кафетерий. Первый такой сервисный центр откроют на КПВВ «Счастье» уже в ноябре, а в декабре в Новотроицком. Всего на Донбассе их будет семь. Около шести десятков спикеров из 14 стран мира за два дня. Сегодня начался Донбасс-медиафорум. Это уже шестой слет журналистов, экспертов, чиновников и политиков. Что будут обсуждать, какие тренинги подготовили и каким участники видят развитие медиа в стране? Узнаем у Юлии Крючковой. Она с нами на прямой связи, буквально из-за кулиси форума, поскольку он проходит онлайн. Юля, расскажи нам подробности. Здравствуйте, коллега. В этом году организаторы решили не рисковать из-за карантинных ограничений. Сегодня нет десятков гостей, как обычно. Предыдущие пять раз бывало на Донбасс-медиафоруме. Мы сегодня находимся на площадке в Киеве. Она расположена в студии одного из украинских телеканалов. Нам удалось побывать за кулисами и мы увидели, как это все происходило. Спикеры собирались в студии и обсуждали важные темы, связанные с информационным пространством и медиа в Украине. Часть спикеров выходили в эфир по видеосвязи, но многие высокопоставленные представители международных организаций смогли все-таки прийти сегодня в студию. Например, среди них глава представительства Евросоюза в Украине. Давайте послушаем, что он сегодня сказал во вступительном слове. ЕС поддерживает независимые и объективные медиа в Украине. Мы поддерживаем все инициативы, которые направлены на преодоление дезинформации. Именно поэтому представительство ЕС стало партнером Донбасс-медиафорума с его самого основания в 2014 году. Мы верим, что медиа – это не только основа любого демократического общества, но также играет решающую роль во время решения любой конфликтной ситуации и в мирном урегулировании. Сейчас мероприятия в рамках форума проходят в формате панельных дискуссий. На киевской площадке уже прошла одна из самых важных. Она называется «Как консолидировать украинское общество через медиа в условиях конфликта на востоке Украины». В этой панельной дискуссии участвовала руководитель телеканала «Дом» Юлия Островская. Она рассказала о роли вещания на оккупированных территориях. И рассказала о том, что главная цель канала – вернуть Украину в повестку дня для тех людей, для тех граждан Украины, которые оказались в ловушке на оккупированных территориях. И показать им, что Украина их поддерживает. О том, на какой опыт международный они опирались, мы поговорили с Юлией Островской. Давайте послушаем. Есть опыт, например, канала «Пик», это и навещатель Грузии, который сразу после войны 2008 года переформатировался в русскоязычные каналы навещания. Потому что вещать на грузинском нет смысла, потому что люди, которые говорят на грузинском, и так понимают, в чем дело. На английском тоже понимают, в чем дело, потому что у них нет проблем, они не смотрят Соловьева и Киселева. То есть нужно вешать для тех людей, которые, к сожалению, смотрят эти каналы. Форум будет проходить два дня. За это время проведут 18 ивентов. Среди них и такие вот панельные дискуссии, и уже более практические занятия, воркшопы. Основные темы – это соблюдение журналистских стандартов и новое законодательное регулирование для СМИ в Украине. Также обсудят актуальные именно в этом году темы, в том числе работу медиа в условиях пандемии коронавируса и работу на местных выборах. Мы будем дальше следить за тем, какие дискуссии ведутся в рамках Донбасс-медиафорума, и расскажем вам об этом в следующих выпусках студии. Да, Юль, спасибо. Ждем подробности Юлия Крючкова с Донбасс-медиафорума, который проходит онлайн в этом году. А сейчас к другим темам. США пригрозили России финансовыми санкциями из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. Вчера эту тему обсуждали на онлайн-заседании Совета безопасности ООН. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензе заявил, что у России нет оснований для расследования отравления. Однако заместитель постоянного представителя США при ООН Череднормал Шалет призвала российские власти сотрудничать с международным сообществом в расследовании покушения на Навального. Куда бы ни привели доказательства, мы будем работать с союзниками и международным сообществом, чтобы привлечь виновных к ответственности, в том числе посредством ограничения средств, выделяемых на злонамеренную деятельность. Виновные, как те, кто совершил покушение, так и те, кто его заказал, должны быть привлечены к ответственности. Следственный комитет Беларуси приостановил проверки жалоб демонстрантов о пытках. Как сообщает правозащитный центр «Весна», потерпевшим начали приходить отписки с пояснением, якобы нет результата в экспертиз о побоях. Тем временем, Минский областной суд рассматривает иск о том, чтобы признать забастовку сотрудников Беларусь-Калия недействительной. К зданию суда пришли протестующие, там задержали двоих человек. В стране 34-й день продолжаются протесты. Из-за фальсификации результатов президентских выборов накануне в некоторых микрорайонах Минска жители традиционно вышли на вечерние акции. В воскресенье планируют масштабный марш единства. Тео Тио Акан снова открыт. После пятимесячного карантина туристы могут посетить древний город Мексики, хотя и с ограничениями. На территорию пускают до 3000 человек одновременно. Проверка температуры и наличие маски обязательны. Пока нельзя подниматься на самые высокие пирамиды и остаются закрытыми два музея. Историки полагают, что Тео Тио Акан был построен во втором веке до нашей эры. Но до сих пор остается загадкой, кто же жил здесь раньше. В 1987 году достопримечательность признали объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Я давно не был в Мексике, и, к счастью, не пришлось долго ждать новой поездки, чтобы приехать сюда. К тому же это открытое пространство, которое можно посещать безопасно, при этом соблюдая дистанцию. Слава Богу, я вернулась к работе, потому что многие из моих коллег не вернулись. Многие части Мексики нуждаются в возрождении туризма. Поэтому не забывайте о нас в Тео Тиукане. Следим за происходящим вокруг. Следующий выпуск новостей в 14 часов. Спасибо, что смотрите Дом. Субтитры создавал DimaTorzok